Я знаю, что есть одна единственная возможность убить популярность Ленина, меньшую на сегодняшний день, Сталина большую, и в целом Советского Союза, советской цивилизации, назовите это как угодно. Это добиться неких успехов в реальной жизни современной России. Создать устойчивую, позитивную тенденцию, очевидным образом начать решать проблемы своего населения и так далее. Пока этого не будет, внимания к Советскому Союзу позитивное будет все больше и больше. И тут вам что Сталин, что Ленин. Сталин идет с опережением, поскольку он ассоциирует собой такой державно-стабильный, нереволюционный период. Ленин фигура в этом смысле более сложная для многих. Но все в целом, что связано с Советским, поднимается по котировке такой политической, потому что падает котировка того, что происходит в стране. И единственный способ поднять котировку того, что происходит в стране, это что-то сделать. Никакими, так сказать, пиар-акциями нельзя покрыть то, что происходит в реальности. А в реальности мы понимаем, что происходит все больше и больше падения качества жизни очень большой части населения. Я бы сказал, даже подавляющей. И это актуализирует тему Советского Союза в сознании большинства наших сограждан. Ну, это как бы как с любой реставрацией. Что закрыло дверь к реставрации французской монархии в классическом ее виде, который был до Французской революции? То, что раздали землю крестьянам, то, что был Наполеоновский кодекс, то, что возникла новая реальность. И когда даже вернулся там король, он понимал, что он назад землю крестьянам раздать не может, что он Наполеоновский кодекс особенно и не свернет. И, соответственно, дверь реставрации оказалась закрыта. То же самое произошло в ходе советской власти. Опять раздача земли, неважно колхоза потом или нет, решение каких-то социальных проблем, поломка сословной структуры и так далее. Было ясно, что дверь к реставрации закрыта. На сегодняшний момент ничего подобного в нашей жизни нет. Нет таких очевидных, триумфальных, качественных, вот я не сказал триумфальных даже, качественных достижений, которые бы для большинства населения закрыли дверь к реставрации, закрыли тоску по реставрации. Все, что называют, просто смешно. А возможность обменять рубли на доллары, ну, извините, те, кто еле-еле сладят в конце концов, и зачем им это? Возможность ездить за границу с окладами меньше 15 тысяч рублей, за границу не поедешь, все это понимают, да и 25 тоже, а это большинство населения. Что еще? Возможность покупать мобильные телефоны или что-то, общаться по интернету. Ну, во-первых, почему это так должно быть связано с изменением политической системы, а во-вторых, опять-таки, это не есть качественное решение вопросов фундаментальных жизни людей. Люди не чувствуют этих завоеваний, закрывающих дверь к реставрации, они, естественно, смотрят в эту дверь. И чем хуже будет положение в стране, чем чаще они будут смотреть. Это не нравится существующему политическому классу, политической системе. Ему почему-то кажется, что если он там лобанет по Ленину или по кому-то еще, или там проведет уже неизвестно по какой по счету там десталинизацию, то он от этого что-нибудь изменит. А он ничего не изменит. Он сейчас вынесет Ленина. Портреты Ленина будут висеть в 75% домов. Он там еще чем-нибудь досталинизируется. Рейтинг Сталина вообще поднимется на сумасшедший уровень. Так не решают проблемы. Россия впрямую, со всеми условностями этого образа, да, никоим образом, не надо понимать меня буквально, но в каком-то смысле, очень таком метафорическом, Россия начинает двигаться в сторону Ирана эпохи Хамени. То есть, конечно же, никакого исламского фундаментализма не будет, и все сравнения условны. Но чем больше будет провалена модернизация, как она была провалена при шахе Ирана, чем мощно будет подменена вестернизация, и чем больше окажется, что она не отвечает на вопросы большей части населения, тем больше будет запрос на какой-нибудь фундаментализм. В России современной этот фундаментализм советский. Там другого нет. Ну, можно, конечно, попробовать, так сказать, отработать по фашистской линии, но, во-первых, это будет иметь, ну, сокрушительные результаты для России. Россия – многонациональная страна и так далее. Она просто начнет разваливаться. Во-вторых, это, так сказать, отвратительно, и, в-третьих, это контрпродуктивно. Это не решит ничего, ну, зажмет гайки на какое-то время, потом их обнадумит, будет, так сказать, с них будет слетать резьба. Значит, вопрос заключается в простом. Если спонтарнизация будет успешна, если она действительно ответит на запросы большей части населения, если она принесет качественные сдвиги реальным гражданам, тем, которых сейчас называют большинством, охвасом, так сказать, если они почувствуют отдачу от этого процесса, то постепенно рейтинги Ленина, Сталина и так далее уйдут на какой-то нормальный уровень, и можно будет считать, что такой советский фундаментализм невозможен. В противном случае надо ждать появления, так сказать, именно подобного рода процессов и в условиях роста параллельного с этим фашистских и прочих тенденцией, еще неизвестно, что хуже. Вот контекст, в котором надо рассматривать вопрос о закрытии или не закрытии музея Ленина или чего угодно. Это имеет несколько уровней, которые можно обсудить. Первый уровень, я бы сказал, такой экзистенциальный. Вот говорит что-то мединский. Звать Ленина там сомнительной фигурой или нет. Другие люди этого уровня начинают это комментировать. Ленин – одна из величайших фигур XX века. Однозначно, неоднозначно, нравится кому-то или нет. Понятно, что это человек с фантастическими историческими свершениями. Как оценивает кто эти свершения? Позитивно, не позитивно. Но эта фигура грандиозная. Когда по поводу этой фигуры рассуждает мединский, это убийственно. И это первый уровень. Просто пусть бы Мединский сделал что-нибудь качественно соразмерное со миллионной долей того, что сделал Ленин, а потом бы он обсуждал, кто он такой. На Ленину все равно вынесут его из мавзолей или нет. Он вошел в историю. Он находится в совершенно другом пространстве. Это первый уровень. Второй уровень политический, который я обсудил выше. Нельзя вымещать злобу на конкуренции. Нужно самому подниматься, и тогда конкурент будет уменьшаться. Нельзя вот так вымещать злобу. Время от времени, когда особенно ничего не получается, начинают снова говорить, поскольку мы не можем ничего сделать, то мы хоть Ленина вынесем из мавзолей. Если мы не можем построить новые заводы, как в Китае или в Вьетнаме, если мы не можем, так сказать, обеспечить населению нового качества образования, здравоохранения, вот в этих условиях бить по голове Ленина, выносить его из мавзолей и так далее, это не просто постыдно в том смысле, в котором сказал выше. Это контрпродуктивно. Ну а что касается всего остального и всех остальных аспектов этой проблемы, поразительно то, что примерно параллельно с высказыванием Мединского так получилось. Журнал «Эксперт» опубликовал статью именно его Валерстайна по поводу будущего Ленина. Понимаете, Валерстайн не Ленин, да, он не творец новых исторических миров, он ученый, но он очень крупный ученый. И очень смешно, опять-таки, когда Мединский, так сказать, говорит о том, как именно Ленин плох, а Валерстайн говорит, что роль Ленина, так сказать, его рейтинг, отношение к нему в России будет меняться на протяжении ближайших 20 лет, и, так сказать, к нему будут относиться все лучи, очень казалось бы. В этой ситуации партии должны бороться за то, чтобы трактовать роль Ленина так или иначе, и как бы увидеть в этой роли что-то позитивное. И, наконец, еще одна вещь, когда-то мне пришлось ее говорить, Ленина же периодически пытаются вынести из мавзолея. Я сказал, не помню, сколько лет назад, давно это было, но тоже его выносили из мавзолея всячески, и тогда один из героев этого выноса сказал, что Ленин – это смутьяна, в мавзолее лежит смутьяна. Я тогда повторил, и считаю, нужно повторить каждый раз, мавзолея лежит не смутьян, а основатель советского государства, правоприемником которого во многих отношениях, включая Совет Безопасности ООН, является Российская Федерация. Если Российская Федерация начинает демонтировать своего отца-основателя советского государства, то она неизбежно будет подрывать собственные основания. Это делать невозможно, это контрпродуктивно еще и с фундаментальной государственной точки зрения. Мавзолеи стоят по всему миру. Я сейчас приехал из Вьетнама, который в ближайшие 10-15 лет обгонит Россию, я думаю. Хашимин становится одним из ключевых городов Азии, 8% роста посреди того же Хано и Мавзолей Хашимина. Никто не демонтирует Мавзолей Хашимина, делом занимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова